Вертолёт На самом деле, совершенно без разницы, где я их буду рассказывать Потому что это истории, связанные... Это автология с историей Чехии Но никак не связанные с какими-то конкретными зданиями Место, на котором Ян Заяц и Ян Палах Ян Палах и Ян Заяц Вот так вот будет правильно Совершили акцию массажения За нашу независимость Спасибо им огромное Вот, первая часть рассказа будет просто такая бытовая Чтобы вы понимали, куда мы пропадаем периодически Вторая, ну это минут на десять Если хотите, сразу перематывайте минут на десять ролик Вторая часть уже будет историческая Я, может быть, даже метку какую-нибудь временную оставлю Мы немножечко поспорили, да, стоит ли рассказывать или не стоит Люба сейчас занимается тем, что сдаёт экзамены для поступления в ЧВУД Поэтому она совершенно занята Это у меня были проблемы с Икеей Вы не поверите, но три года, как они длятся и никак не разрешатся Это и смех, и грех из серии Вот, но, наверное, всё-таки не будем рассказывать Если вам интересно узнать, как поступать в высшие учебные заведения в Чехии Можете написать мне, и я отдельно тогда соберу какой-нибудь материал Чтобы это было не голословно, не так просто я иду и болтаю Вот, и я покажу сайты, на которых можно взять, допустим, те же задачи по математике Или ещё что-нибудь такое В общем, расскажу вам в поступлениях Мы сегодня... Люблю такие номера С двоечками, да Я вообще люблю какие-то повторяющиеся номера Приятно Приятно на них смотреть Ай, эти красавцы И меня сейчас точно машина как-нибудь переедет Спокойные такие Отдыхают Мы идём за чаем У нас что покупка кофе, что покупка чая В последнее время это такой маленький фетиш, который мы можем... Успокоение для нервов, скажем так Потому что надо с чем-то их успокаивать Книгами, кофе и чаем Вот так как-то Пока... Да, ещё чернилами и ручками Я наболтала кучу всего Что абсолютно вам не интересно по всей видимости Но канал мой За подписчиками я особо не гонюсь Мне хочется, чтобы у меня в подписчиках были люди, которые... Ну, которым просто что-то интересно тоже, что и мне Поэтому я с вами и делюсь С Паули, кстати, в последнее время очень сильно исправился Да, там вкусно Там стало очень вкусно До этого там был отвратнейший кофе Но сейчас там и выпечка отличная И... но он не из дешёвых Говорят, что он поль Ну, если считать по-французски, он, конечно, поль Но я привыкла к чешской этой транскрипции Паули Бездомовцы спят и голубей кто-то кормит Я не знаю, кормили бездомовцы были голубей, но голубей здесь... Очень много Я бы тебя не пустила, бездомовцы спят Так что мы вам покажем отличнейший чайный магазин Не описать, сколько мы их перепробовали Мы кое-что покупаем в Аксалисе. Там есть белый чай с клубникой, белый чай. Ну, в общем, какие-то чаи мы покупаем в Аксалисе. А еще что интересно, мы рассылаем теперь чаи по всему белому свету. Недавно мы собирали посылку в Венесуэлу. И теперь с ужасом ждем, дойдет она или нет в Венесуэлу. Это луцерна. На ней вот такие вот пластики. На луцерне. Вот. То есть у нас чаи и чешский шоколад уезжают во все точки мира. Нас на почте, по-моему, уже в лицо знают. Раньше мы посылали, если честно, открытки во все страны мира. То есть со взаимными. Почему-то у нас была такая, как это сказать, ну, не флешмоб. Ну, в общем, все, с кем мы общались, мы обменивались открытками. Теперь мы начали обмениваться посылками. Письмами больше не обмениваются люди. Ты обмениваешься письмами. У тебя в каждой посылке огромное длинное письмо. И тебе в обратную сторону тоже пишут письма. Да. И тоже ручками. Да. Они... Ну, то есть, да, это приятно получать письмо. Я соглашусь. И писать тоже приятно. Писать не знаю, по-моему, проблематично. Интересно, почему у нас завис вертолет на 20 Словаком. Обычно это происходит, если какая-то большая демонстрация или что-то такое. Это Академия. Я вам ее сто раз показывала. Тоже книжный. Один из любимых. И там шикарное кафе. Это наглючее создание. Только что пролетело и... Чуть не сшибло мне камеру. Вот морда. Ну вот же ж... Наглые они у нас. Капец. Наглые. Раскормленные. Генуэзские голуби худенькие. Поджаренькие наши прям на Киеве. Я не знаю. Ух. Наши жирные. Яркое-яркое солнце сегодня. Улучшилась погода. Погода улучшилась. Я надеюсь, что наконец-то уже придет весна. А прям белая будет. В конце концов она будет. Да, уже будет. Надо будет как-то отдельно сюда выбраться и рассказать про все... Эти... Дома наводичковые. Да, они прекрасные. Я в прошлый раз говорила то же самое. Я знаю. Дежавю. Ну да, мы каждый раз, когда сюда приходим, мы приходим сюда достаточно часто. Чаи мы выпиваем быстро. И я все время думаю, что надо сюда прийти и рассказать об этих зданиях. Но мы идем вот сюда. Сейчас я вам покажу его с адресом. Вот так. Офигенный магазин, сразу говорю. Чаи безумно вкусные. Он считается одним из двух самых лучших. Ой, как здорово отражается в витрине. Так что мы за чаечком. Ты лучше меня держишь, чтобы я не упала. О чем какие-то такое? Показываю еще дом. Не знаю, наверное, изменится сейчас звук. Ну, такое дело. Очень жарко. И я не ожидала, что на солнце будет прям вот настолько жарко. Красота едет. Пойдем по теневой стороне, да? Или пойдем по солнечной? По какой? Пойдем по теневой стороне. Хорошо. Итак, вот где-то с этого момента сделаю отбивку по исторической части. Хотя хочется болтать просто о чем-то. О чем-то просто так. Не знаю почему. Никак не могу решиться вам рассказывать просто по дороге. Или выпить кофе. Рассказывать, как это стало. Очень нерешительно. Сегодня, да. У меня какое-то такое нерешительное настроение. Ладно. Буду рассказывать. Все равно идти долго. Я очень хочу сегодня попасть на Старомаг и рассказать все-таки о Дворце Киньских в конце-то концов. Должна же я когда-то о нем рассказать. А по дороге хочу рассказать о Владиславе Втором Егелонском. Я уже говорила, что у меня есть серия таких странных непонятных королей чешских, о которых, ну как непонятных, они, конечно, понятные. Это самое, они достаточно необычные. Я вам буду показывать дома по дороге и рассказывать про Владислава Второго Егелонского. Владислава Второго Егелонского называли король добро. Поэтому я, собственно, и хочу о нем рассказать. Ну что, добра как-то все меньше и меньше. И Егелонских тоже как-то все меньше и меньше. Вернее, их не осталось совсем. Итак, Владислав Второй Егелонский, король добро. Его называли так, потому что на все просьбы он никогда не отвечал отказом. И методика его не отказов была такой. Он вызывал к себе кучу людей, спрашивал кучу мнений. И тот, кто к нему попадал последнее мнение, он считал правдивым. Вот такой. Он избегал конфликтов вообще в принципе. Никогда не раздражался. То есть если все предыдущие чешские короли, они обладали очень крутым нравом, то Ягелонский вообще в принципе никогда не раздражался. Он был очень приятным образованным собеседником. Любил искусство, поддерживал любых творцов. Художников, писателей, поэтов, архитекторов. Ну в общем. Кто-то меня поддерживает. Он давно умер. Все равно. Но, как властитель чешских земель, он был неуспешен. Когда наступали сложные моменты в истории, он не делал ничего. Он впадал в ступор. При таком нраве и при том, что он впадал в ступор при любой непонятной ситуации, как же получилось, что он занимал успешно и долго чешский трон? И вообще, как он попал на чешский трон? В его жилах текла кровь Луценбургов. Его прадедушкой был Зигмунд. И текла кровь Габсбургов. Потому что дедушкой его был Габсбург Альбрехт. Это у нас тоже случается. Сейчас выключим. Ну, в общем-то, весна, да, обострения случаются у всех психических людей. Тут ничего с этим не сделаешь. А центр туристический, конечно же, привлекает таких людей максимально. Тут бывает. Хорошо, на чем я остановилась? Теенция есть. На чем я? Меня вертолет удивляет, который просто над нами висит постоянно, патрулирует. И, ну ладно, неважно. На чем я остановилась? Остановилась я на том, что описывала, кем же, собственно, был. Он был егелонец из польско-литовской династии. Он был сыном польского короля Казимира. Чешскую корону ему предложил... Ну, как предложил? Его на королевский трон предложил Иржисподи Брат. Ай. Не знаю, Ватсловак вы сто раз видели, но что-то еще делать. Будем смотреть на Ватсловак. Так вот, чешского корона ему предоставил, предложил Иржисподи Брат, который верил, что властитель из мощного рода будет иметь сильные и очень уверенные позиции на троне. Поэтому вот Егелонскому на момент, когда ему предложили стать королем Чехии, было всего-навсего 15 лет. И 15-летнему Егелонскому при заседании Земского сената в Кутной горе было дано звание короля. Случилось это 27 мая 1471 года в Большом зале Ларшского дворца. Правитель принял имя Владислав Второй Егелонский. Через три месяца он приехал в Прагу. Пражане его приветствовали, ну, скажем так, вполне искренне. Знаете почему? Я уже рассказывала, что тогда коронация, это было такое вот действие, при котором рассыпали кучу денег, и там британцы, пляски. В общем, это был праздник для всех. Так вот, мы знаешь, как пойдем? Мы пойдем прямо. Да, я тоже думаю. Там красивая картинка, если нас туристы не сметут с нашей камерой. Так вот, польский король, когда Владислав Второй приехал в Прагу, он с сыном вместе передал больше ста всадников и несколько тысяч золотыми. То есть, у него с собой были прямо огромные сундуки. Ненавижу. Это последний или там сзади еще кто-то шкребется? Не знаю. Кстати, сегодня в Луцернии, по всей видимости, будет какой-то из баллов. Не получается нормально рассказывать, как всегда. Я не знаю. Будет весело тебе это нарезать. Нарезать это будет, да, очень весело. По дороге в град Владислав Второй по старинной традиции все, скажем так, все короли, которые были перед Владиславом Вторым, они рассыпали мете серебро. Но Владислав Второй кидал не медики, а именно золотые монеты. И, конечно, чешские обыватели были по уши в восторге влюблены в короля. Самой сильной любовью. Внешне он был очень хорош собой. Владислав Второй любил рыцарские турниры. Опять-таки, это оказалось огромным плюсом для него в глазах народа. Да, потому что к тому времени... Вот мы как раз на Рытирскую идем. А где проводились рыцарские турниры? Турниры в Праге к этому моменту не проходили очень давно. И Владислав Второй, который прекрасно владел мечом, очень хорошо держался в седле, он в этих турнирах принимал участие. И в первом же турнире, который он проводил, он в седле провел весь день. Он весь день сражался. И за весь день его никто не смог выбить из седла. Но это был король королей. Царь-царей, король королей раздавал золото, держался в седле, был красив собой. Ну, собственно, что еще надо? Жители считали, что... Прикольно. Мусульманки с вайбами, это прикольно. Это просто внешне, простите, я никого не хочу обидеть, но внешне, когда идет девушка полностью вся с закрытыми частями тела и курит вайб, это прям как-то вау. Ладно, опять отвлеклась. Жители считали, что Владислав сможет решить любые проблемы. Политические, военные, вообще любые. Потому что он держался в седле, и у него были деньги. Вот и все. Но на самом деле это, конечно же, было совершенно не так. На трон Владислав II попал в очень непростой ситуации. Европу штурмовали турки, и в Чехии назревала гусицкая революция. А с ней, собственно, начались огромнейшие религиозные споры. Ночным кошмаром, опять-таки, Владислава стал венгерский король Матиаш Корвин, который провозгласил себя королем Чехии и претендентом на Чешский престол. Между ними, между Владиславом II и Матиашем, вспыхнула война. И в декабре 1478 года эта война закончилась договором о том, что оба правителя будут использовать титул короля Чехии. Матиаш, Морава и Слеска, а, собственно, Владислав II богемии. В самом начале своего правления Владислав жил на Королевском дворе у Прошной Браны, вот там, где я показывала. В декабре 1483 года начались гусицкие волнения. И начались они... Надо когда-то будет, собственно, рассказать обо всех этих гусицких волнениях, потому что трудно описывать происходящее. Мы еще зайдем на Гавловский тырк, потому что к очередной посылке нам не хватает некоторых частей подарка. То есть я сейчас расскажу кусочек, который я хотела рассказать. Прервусь, потому что я все-таки на Гавловском тырке буду что-то выбирать. Так вот, в 1483 году началось гусицкое восстание против консулов, посаженных королем на Раднице. И один из консулов укрывался в Королевском дворе, но его догнали на Королевском дворе и тоже выкинули в окно. И Владислав боялся, что то же самое сделают и с ним, поэтому он в срочном порядке перебрался на Град. Так, мы прервемся. Историю я рассказывать не буду, Гавловский тырк я вам немножечко покажу. Я не думаю, что тут появилось что-то новое с нашего последнего. Я тоже. Что мы хотим докупить? Магниты? Нет, ты купил. Магнит есть, да. Кстати, вот по всяким... По всяким магнитам я вам все-таки настоятельно рекомендую покупать их где-нибудь в Луксорни. В Луксорни. Ой, господи, да, в Луксорни. Ну, это чисто чешская история, можно это купить. А, оно доедет. Вот, но оно деревянное. А, на пружинке-то? На пружинке нет, оно доедет. Просто зачем оно? Я не согласна. То есть, как бы можно купить... Как тычка? Да. Смотри, сидит на этих самок. Мне больше вот тот понравился. Да, его. Или вон, вот такой в виде магнита. Это магнит. Так, хорошо, камеру выключаем. Наверное, нам иногда стоит выходить просто без исторических каких-то рассказов, а так снимать город. Потому что я прерываюсь. Вот уж простите, так получается. Вафли нет. Вафли мы пошлем другие. Шоколад нет. Мы такие вафли просто уже посылали этим ребятам? Такое. Ну, нет, ну, они съедобные, но не сказать, что они прям супер-пупер. Какие-то камушки наши, магнитики опять. Меня вот в этих всех магнитах всегда смущают. Да, то, что я знаю, как это должно выглядеть, это вот это вот чаще всего. Вот эти вот все. Они чаще всего выглядят, как... Когда вы просите искусственный интеллект нарисовать вам что-то о Праге. То есть он лепит кучу всяких башен в разные места. И вот вы получаете эту картинку. То есть я знаю, как это должно выглядеть, и меня просто бесит. С неимоверной силой, что это вот так вот выглядит. Мыло лучше сразу, говорю вам, покупать в Ботаникусе. Я показывала, где. Ну, и это, да, это вот эти все поделки, открывашки, пиво. Тут чисто-чисто. Неплохие коробки. Вот мы покупали, посылали, сейчас покажу. Вот в этом исполнении это было вкусно. И внутри, и сами коробки, они такие... То есть они доезжают до места назначения, как положено. Хорошо, дальше мы не пойдем. Мы вернемся. Тут, в принципе, красивенько погулять, просматривать. Пахнет очень хорошо, на удивление. То есть тут не готовят вот эту вот всю еду, которая на пережаренном масле. И здесь же находится, на мой взгляд, самый вкусный тердельник. Я уже читала, что... Боже мой, за какую-то обу... Я тоже, это я соберу отдельным роликом. Все, что я читаю, что пишут о Праге. О еде, о дорогах. То есть... О еде можно писать, когда вы не попадаете в бабушки для туристов. Ну да. Мы несколько раз в истории начинали рассказ о том, как мы относимся вот к этому. Вот давайте, вот я сейчас начну жаловаться. Вот. Вот это вот. Что это? Но грязь. За спиной у меня урна. Нельзя донести до урны? Четыре раза в день ездит чистилка улиц. Четыре раза в день. То есть туристы ведут себя в Праге, как будто они... Ну, я не знаю. Ну, не так, как они ведут себя дома. Может быть, они себя так... Потому что они, правда, и дома себя так ведут. То есть для меня, например, самой большой бедой из всего этого является принятое решение, что вверх от Словака закатают полностью в асфальт. По той простой причине, что Прага-1 не способна вычистить цветники после туристов. Да? То есть это мой родной город, и в нем не будет цветов, потому что их засрали туристы. Вот это меня, конечно, во всем этом безумно расстраивает. То есть люди приезжают вроде бы как посмотреть, а я при этом... Все, я закончила жалобы. Я не знаю, вынесу их в отдельный ролик, оставлю здесь. Потому что у меня жалоб очень много, поверьте. Я их все время вырезаю. Не хочу никогда вас расстраивать ими. Я остановилась на том, до того, как начала жаловаться на жизнь, я остановилась на том, что король наблюдал с улицы, как выкидывают консулы из окна. И король решил, что этой ночью нападут на него. Перепугался. Я говорила, что он был достаточно пугливый товарищ. И он этой же ночью уехал на град. И дальше после Егелонского на королевском дворе уже никто не жил. Он был последний король, который жил на королевском дворе. Хочу показать. Не тебя. Ай, нет. Да что ж тебя так крутит? О, немножко поборолись с аппаратурой. Немножко. Я никак не могу привыкнуть, но опять-таки это моя вина, потому что я последнюю неделю была очень занята всякими разными делами. Очень шумно. Надеюсь, будет слышно. А, тут папырландские, да. Так вот, Егелонский переехал на град. А почему вы говорите, куда вас это привезти? На граде, Егелонский, так. Мы туда не... Но если мы не сможем тут, мы сможем по параллельной улице. Значит, мы не пойдем по красивой улице уж, простите. Мы пойдем по не менее красивой, но параллельной. Так вот, Егелонский на граде, он занимался строительством, он занимался архитектурой. Он построил Владиславский зал, который стал на тот момент самым большим светским простором в Чехии. Ну и странная ситуация двоевластия, когда было два короля Чехии. Она закончилась в 1490 году. Владислав, ну, собственно, Корвин умер. Вот и все. У них был заключен договор, что тот, кто останется последним, тот и король. Классный договор. Значит, Корвин умер первым. И в 1490 году Владислав стал не только королем Чехии, Моравии и Слезии, соответственно, но он еще и приобрел титул короля венгерского и переехал в Будину. В Чехии он возвращался после этого три раза всего-навсего, и то очень ненадолго. В чешскую политику Егелонский не лез вообще. Его полномочия были на бумаге, и все. Чешской политикой занималось чешское панство. Он был идеальный король. Просто для чешского панства номинально есть. Фактически нет, да, то есть это был прекрасный король. При власти его было издано земский указ, которым шляхта получала очень много власти. Вот и все. Семейная жизнь Вацлава была тоже так себе, скажем прямо. Смотри, какой наколник прикольный. Неужели мы на пятно орло попали? Ай, техника, не подводи меня. Семейная жизнь у Владислава Второго тоже не задалась. Он был женат трижды, и только третья жена принесла ему долгожданное счастье семейное и детей. Вот, я вам показала еще, как можно, если вы там застряли в пробке, то всегда можно обойти и подойти с другой стороны. Значит, его третьей женой стала Анна из Фокс на 20 лет младше его, и родила ему дочь Анну. В тот самый момент начались тайные переговоры Владислава Второго с Максимилианом Первым Габсбургским о соединении родов. Но вот тут, если в первый раз он не просчитался, то второй раз можно сказать, что он просчитался целиком и полностью. Мы вышли на Орлой. А может, мы кофе себе купим вот тут вот? Вот тут. Так, хорошо. Орлой я снимать не буду, пока нет людей, я пробегу в Сторомаку. Я закончила на том, что... На объединении родов. Да, на объединении родов. Так, сейчас мы купим кофе, и я продолжу. Я вам просто хочу показать. Нет, он не... Он падает. Не падает. Так, бегом! Бегом! Пока они нас не догнали. Вот я не буду в этот раз это вырезать. Посмотрите на площадь. Вот, разошлись, посмотрели, постояли в экскурсиях, оставили после себя. Это туристы, это не прожаки. Здесь не было демонстрации, здесь ничего не было. Это просто вторая половина дня. Вот. Нет, он просто выкинул по дороге. Молодой парень не донес до урны. Я каждый раз это вырезаю, но просто честно задолбала. Вы говорите, вы мне пишите, девчонки, ну те, которые давно со мной, ради которых это все начинается, вы пишите опять в виде, типа, прямые стримы. Да нет, но это будет бесконечный поток непонятных каких мыслей. Ну, собственно, как и всегда. Вот будут такие куски тогда. Очень долгие. Мы покупаем какой-нибудь чай, кофе. Я нет, я... Да, чай классный, но он тоже на Старомаке, он недавно открылся. Он недорогой. Он недорогой, вкусный. Покажи еще раз. Вот это прям. Комбаш. Вот. Замечательно. А я за кофе. Ну что, я сегодня сдаюсь. Я опять признаю дворец Кинских заговоренным. Я не хочу оставаться на Старомаке, потому что, ну, не хочу. Просто не хочу сегодня. Приду в будний день. Скорее всего, завтра приду, да сниму все про Собор Кинских. Мы двинемся в сторону вот туда. В сторону вот туда. Вот. Я дорасскажу про Владислава. Совершенно сумбурный сегодня рассказ. Уж как получилось, простите. Я же говорю еще раз, что стримы это явно не мое, потому что вы услышите кучу ненужного всего. Тут есть хотя бы шанс, что я все это вырежу. Или не вырежу. Зависит от настроения. Вернемся к нашему Владиславу-то второму. То есть Владислав второй женится третьим браком. На прекрасной Анне из Фоэкс. На 20 лет младше себя она рожает ему первую дочь. В этот же момент Владислав второй начинает переговоры с Максимилианом Первым Габсбургским о единении родов. Что это значит? Вначале Габсбург хотел женить дочь Владислава второго на ком-нибудь из своих внуков. Но жена Владислава рожает ему сына Людвига. Он рождается семимесячным малышом. Очень слабым. В общем, в те времена считалось, что он не жизнеспособный. Но мальчик выживает. А его мать нет. Владислав второй, который очень любил свою жену, последнюю впадает в тоску. То есть на тот момент никто не может сказать, чего с ним происходит. Он теряет интерес вообще к жизни. Он теряет интерес к своим детям. У него начинаются приступы с жуткой меланхолией. Его никто не может вывести из этого состояния. И очень редко его из этого состояния выводят его дети. Он теряет интерес ко всему на свете. Он коронует своего трехлетнего сына, как императора, как короля Чехии. Он полностью отдает ему власть. И в 1510 году шляхте удается уговорить Владислава Второго написать письмо, что если... Написать указ, письмо, завещание. Я не знаю, как это назвать. Что если Людвиг умирает, то коронована будет его дочь Анна. 62-летний Владислав умирает в 1516 году. И после него остаются двое детей, Людвиг и Анна. И остается тот самый договор о единении родов с Габсбургом. По договору написано, что если один из родов вымирает, либо род Габсбургов, либо род Егелонов, то на трон всходит тот род, который выживает. Вы можете сами догадаться, что стало с малолетними детьми Владислава по этому договору. И почему дальше во всей истории Чехии были одни сплошные Габсбурги. То есть, если что-то проканало, будем грубыми, один раз с королем Венгрии, то не факт, что это проканает и второй раз. Как случилось с Габсбургами? И вообще такого рода демюры на честном слове, не подкрепленные чем-то, кроме этого самого честного слова, не стоят бумаги, на которой они написаны по последним всем. Давайте я вам какие-то детали, что ли, красивые буду показывать. Я их обычно фотографирую, но тут могу показывать. То есть, все эти договоры, которые договоры о намерении, договоры о сотрудничестве, договоры о договорах, меморандумы, они не стоят бумаги, на которой они подписаны, если они не подкреплены четким указанием, что будет, если что-то будет нарушено. Вот такие истории у меня сегодня. Не знаю, может что-то еще поснимать, порассказывать. Может и хватит уже. В этой части города мы тоже с вами не были. Красота неописуемая. Вы меня просите рассказать про Йозефов? Честно говоря, мне про Йозефов рассказывать будет очень сложно, потому что я о нем... Ну, вот я как раз сейчас около Испанской синагоги, около памятника всем известного Францу Кавки. Синагога закрывается, можно попробовать. Я приду сюда вначале, наверное, сама, как в музее, посмотрю, послушаю. Я читала много и о еврейском городе, и о событиях, которые тут происходили, но сказать, чтобы я имею понимание или эрудицию, понимаете, тут для меня это вопрос такой... Я не хочу никого обидеть. То есть, если я говорю, допустим, о чешских королях, то я плюс-минус имею представление о том, что происходило вокруг. То есть, о том, какие были религиозные войны, о том, какие принимались... Давайте я вам покажу Испанскую синагогу все-таки. Это потрясающе красиво. Как внутри, так и снаружи. То есть, когда я говорю о чем-то христианском, я имею представление. Я имею представление о том, на какой философии строились те или иные здания, как это все происходило. Когда мы говорим о еврейском городе, у меня не хватает образования. То есть, я могу рассказать, как я это себе представляю, но я очень сильно боюсь, что это будет выглядеть безумно глупо, потому что я не представляю себе контекст. Да. То есть, мне тяжело будет. Если хотите именно такой взгляд, то я, конечно, расскажу. И опять-таки, будет сто оговорок, чтобы никто никогда на меня не обиделся. Я не понимаю многих вещей. То есть, сколько бы я не читала... Давай, по Йозефу мы пройдемся. Все равно, я уже сегодня говорю черти о чем. Может быть, кто-нибудь тебе тоже подскажет. Может быть, да, в комментариях мне кто-нибудь подскажет о чем, о чем вообще. То есть... не поняла, да? Да. Потому что исторический контекст Йозефова, что происходило вокруг, улица Душней... Я Душная и улица такая же. Так, давай пойдем, наверное, в другую сторону. Не хочешь на Душную? Нет, не хочу на Душную. Я сама сегодня душнила. Ужас. Ну, что поделать. То есть, как строились здания, что происходило вокруг в Праге в этот момент. Я это все понимаю. Но вот именно что происходило внутри... Да я понимаю даже, почему он назван Йозефов. Потому что... Буду рассказывать, расскажу. Но именно происходящее внутри города я не понимаю. То есть, сколько бы я не пыталась читать литературу... У меня есть литература. Я ее действительно очень честно читаю, но пока нет. Я не понимаю некоторые вещи. Могу показывать. Показывать могу всегда. Я еще раз вернусь к этому вопросу, чтобы вы меня правильно понимали. То есть, меня безумно обижает, когда в каком-то контексте говорят в уничижительном, скажем так, или в каком-то в пренебрежительном. Говорят о том, что делали чехи на территории Чехии. И это может быть подспудно. Это может идти не потому, что кто-то хочет сказать плохо от чехи или обидеть. То есть, я вижу, с каким восторгом рассматривают нутрии и называют их бобрами. Я все время к этому возвращаюсь. То есть, я боюсь выступить человека в роли человека, который с восторгом рассматривает нутрии и кричит это бобры. Я, правда, в этом очень мало понимаю. И мне кажется, что для того, чтобы понимать Йозефов, надо все-таки быть в курсе религиозных каких-то вещей. А я вообще не в курсе, честно. Я там полный ноль. И сейчас время такое, жизнь такая, что я больше читаю, конечно же, новостную ленту, чем что-то образовательное. Это плохо, я знаю, но не мы такие, жизнь такая. Опять-таки, банальщина. я не последнее время, мне очень тяжело вообще отвлечься от новостной ленты и начать читать что-то, что-то действительно стоящее, потому что новостная лента выеденного яйца не стоит. Это правда. Немножко еще вам красоты, немножко еще моих бредней. Сегодня болтологический, болтологическая бредятина получилась. Ну, как получилось, извините. Кто литерация? Кто хороший? А литерация? А литерация это что? Болтологическая болтовня. Болтологическая болтовня? Как-то вот видите, если вести стримы, особенно если мы вдвоем, это вот заканчивается какими-нибудь. Мы, когда это было? Вчера или позавчера? Позавчера. Мы четыре часа спорили о поэзии. Это еще было, по-моему. О том, как писать белые стихи, о том, как с цитатами каких-то классиков. то есть, с нами на стримах это будет невозможно. Спасибо за лоподовер. Всегда пожалуйста. Я еще хочу дойти еще одно место, показать вам и уже потом прекратить все это безобразие, которым я занимаюсь сегодня. Тот самый момент, когда остановился сфотографировать красоту, и приехали волтика-болтик. Раньше были Лелик и Болик, сейчас это волтика-болтик. Дошла показать вам и старо-новую синагогу, старо-новая синагога. Опять-таки я знаю историю про Голем очень хорошо и про то, что тут его искали на чердаке и вот про эту лестницу, которая на старо-новой синагоге. То есть я пока пока я у вас спрашиваю, скажем так, готовы ли вы слушать то, что по факту может оказаться раскрашенной картинками, да? Неправда какими-то раскрашенными картинками. Если да, я попробую. конечно, бродить тут по улочкам классно, очень классно и не очень много людей, что само по себе очень приятно.